Ну что, давайте начнём. Здравствуйте. У вас есть время договорить где-то секунд 30, спасибо. Если тут разговор я прервал где-то на середине, давайте. И мы ждём. У нас на сегодня запланировано немножко, если не жесть, то фольги, по крайней мере. Потому что я хотел затронуть тему саму по себе интересную, но в какой-то момент слегка крышесносную и не вполне понятно, зачем и как её использовать в реальной жизни. С другой стороны, у нас такой курс, который не очень похож на реальную жизнь. В том смысле, что мы изучаем язык программирования и решаем какие-то очень простые задачки. Ну, не очень простые, но простые, не толстые. А в действительности, возможно, всё не так. Ну, например, словари. Казалось бы, довольно искусственная структура данных, которая совершенно непонятна, как в тех задачках, которые мы обычно решаем, использовать. А тем не менее, выясняется, что большая часть структур данных внутри самого Питона сделана с помощью словарей. Ну, не большая, но изрядная. Потому что это эффективный инструмент хранения всего. Потому что в нём используются хэш-таблицы, и, значит, доступ по индексу менее чем линейный. По многим причинам. Вот. Так что, может быть, то, о чём мы сегодня поговорим, это вполне важная вещь в реальной жизни. В частности, есть такая тема, которая называется «замыкание». Вот. Замыкание не математическое, а замыкание пространств имён, или, точнее, кусков пространств имён. Вот. Которое, с точки зрения разных языков программирования, вызывает разную степень боль в разных частях тела. Вот. В частности, подобная же штука есть в диалекте Си, который предоставляет нам компилятор Гнугадзеце. Вот. Называется она «трамполайн», по-моему. Ну, могу ошибаться. В любом случае, с точки зрения Питона, как это обычно бывает с точки зрения Питона, замыкание выглядит очень просто. Сейчас я найду свою шпаргалку. Вот она. Значит, что к этому приводит? Предположим, функция... Мы получаем некоторый объект, который можно связать именем, который можно будет положить там, не знаю, в какой-нибудь составной элемент данных, в список, и так дальше, и так дальше. Вот. В частности, нам никто не мешает изготовить функцию внутри функции и вернуть вот эту новую изготовленную функцию. Вот как написано вот здесь. Ну, это просто функция, которая ничего не делает. Мы могли бы написать, что она делает, но мне кажется, того, что здесь написано, вполне достаточно. Да? Значит, у нас внутри функции 1 изготавливается функция f2, и вот этот объект f2, собственно, и возвращается. Казалось бы, ну что тут такого? Вот давайте мы просто скопипастим этот замечательный код куда-нибудь в Питончик. Вот. Например, вот сюда. Вот у нас есть функция f1. Мы говорим, f равняется f1 от 100500. Получаем какую-то функцию f. Это тоже функция f. Вот. Немножко напрягает вот такая вот спецификация. Но, значит, мы сейчас увидим, что она означает. Эта функция f работает. Функция, как вы помните, без параметров. Возвращает она, как вы понимаете, 100500. В общем, ничего удивительного в том, что здесь я вам показываю, вроде бы нет. А на самом деле есть. Это как тот суслик, которого не видно, а он есть. Потому что давайте внимательно разберемся, как работают неймспейсы при вызове функций. Мы это уже делали. Мы даже заходили на сайт Python Tutor, в котором эти неймспейсы нам рисовались красивыми стрелочками. И логично ожидать примерно следующее. Что вот мы определили функцию f1. Когда мы определяем, ничего не происходит, только в глобальном неймспейсе появляется имя f1. Потом мы вызвали функцию f1 с параметром 100500. Внутри этой функции f1 образуется локальное пространство имен, в котором есть имя x и есть имя f2. Причем логично ожидать, что оба имени, вообще говоря, убьются в тот момент, когда мы выйдем из вызова функции f1. Но так устроены пространства имен в питании. Люди сидят, зевают. Проснитесь ненадолго, пожалуйста. Вы этим меня демотивируете. А вот, значит, да, так вот, логично ожидать, что, как полагается всем локальным именам в локальном пространстве имен, имя x и имя f2 уничтожатся после вызова функции f. Они действительно уничтожились. Смотрите, ничего тут нету, все чисто. Никакого f2, никакого x. Очень хорошо. Когда я делаю вот так, откуда берется это 100500? f указывает на функцию f1, на функцию, которая вот здесь вот сконтруировалась. То есть, само собой, не получится то, что мы хотим. Фишка состоит в том, что, когда мы определяем функцию f2, вот само определение функции, не приводит ни к чему, кроме как к появлению в локальном неймспейсе имени f2. И больше ничего. Это когда мы будем выполнять эту функцию, у нас будет выполняться вот этот return. Определение функции f2 не приводит к тому, что в локальном неймспейсе что-то происходит. Ну, по идее не приводит, на самом деле приводит. Но по хитрому стечению обстоятельств. То есть автоматом мы не... Ну, смотрите, вот если бы здесь не было return x, смотрите, сейчас попробую я показать разницу. Если бы здесь не было return x, то внезапно... Да. Что? Неправильный. Что бы вам... Ну, ладно, давайте... Вот так. Вот это правильный индивидент. Вот. Если бы вот здесь не было return x, внезапно вот эта штука бы заработала по-другому. А, нет, точно так же. Вот. Ну, потому что она... Понятно, вот это имя, которое создано, оно так называется, f.locus.f2, означает, что это же не имя, это просто такое воспоминание о том, как эту функцию звали в девичестве. А в девичестве ее звали функция f2, созданная в локальном пространстве имен функции f1. Само имя f2 на самом деле давно уже потеряно, его нигде нет. Так вот, возвращаясь к исходному примеру, само имя x, вообще говоря, тоже давно потеряно, его нигде нет. По идее, у нас должно быть что-то типа unreferenced name. Когда мы влезаем в функцию f2, и она смотрит, говорит, return x, ни в каком пространстве имен никакого x вообще, говоря, нет. Но мы с вами помним, что питон обладает свойством проглядывать определение функции на предмет определения того, какие имена глобальные, а какие локальные. Мы это рассматривали, когда смотрели, в принципе, про функции разговаривали. Помните, что там на основании того, с какой стороны операции связывания имя встречается, мы принимаем решение, что это имя глобальное или локальное, и даже можем сказать, что, ребята, вот у вас тут имя встречается в левой части связывания, это значит, что оно локальное, а вы тут на него ссылаетесь, а у вас локального неймспейса его нету, даже если в глобальном есть. Помните, был такой пример, когда мы с него начали лекцию соответствующую. Вот. Точно так же, проглядывая функцию f2, питон внезапно определил, что в ней происходит ссылка на нелокальное пространство имен, а именно на имя x, которое к нам приезжает из внешнего сколупа, из внешнего контекста, из внешнего пространства имен. Это означает, что при выходе из функции f1 в пространство имен функции f2 должно это x залипнуть где-то, в каком-то специальном месте. Никакого общего места для того, чтобы там это залипло, нету, потому что, например, если мы еще раз вызовем функцию f1 с другим параметром, то нужно будет другое место, в котором это залипнет. Понимаете, да? Вот если я напишу вот так вот, f равняется f1 от 42, и ff равняется f1 от 100 500, то у нас, вообще говоря, будет такое вот. Это f, а это ff. То есть вот такое залипание вот этого объекта в пространство имен свежесозданной функции для каждой такой функции, вообще говоря, отдельно. Вот это явление и носит название замыкание. То есть когда мы определяем, что наша переменная внезапно становится связанной, потому что она используется еще где-то, и значит ее нельзя вычищать из локального пространства имен. И если мне не изменяет память, для того, чтобы хранить подобного рода имена, оставшиеся в результате замыкания, существует специальное поле, которое называется closure. Только я не помню, в какой из функций оно хранится. Узи. Вот тут оно пустое, а вот тут оно не пустое. У каждой функции на самом деле есть polyclosure, в который добавляются в слегка таком внутреннем представлении питона все объекты, которые попали в пространство имен, да там и остались, потому что они нужны. Вот. Вот функции с именем F и функции с именем FF вынесли соответствующие объекты. Это разные объекты, как видите. Вот. Они имеют вид какой-то ячейкой. Я не буду сейчас туда углубляться, можете почитать, как это реализовано. Это уже относится к реализации. Вот. Так вот, функции F и функции FF в поле closure содержится, как вы видите, тюпль. Видите, круглые скобки и запятую? Вот. Содержится тюпль, содержащий, собственно, вот эти вот объекты, на которые будет происходить ссылка. Как их звали в девичестве, уже никто не знает. Никаких имен у них не осталось. Но они участвуют в вычислении вот этого выражения. И, соответственно, здесь они будут называться, ну, например, X. С точки зрения читателя вот такого кода не происходит вообще ничего необычного. Поверхностного читателя. С точки зрения интерпретатора вот такого кода, выясняется, что мы внезапно к двум видам неймспейсов, которые мы с вами уже привыкли видеть, локальному и глобальному, добавляем еще третий, который, собственно, и называется замыкание. Клоужер. Вот. Повторюсь, что в большинстве языков программирования с этим те или иные травмы происходят. Ну, например, в некоторых языках программирования у него просто нету, а в некоторых оно есть, но к нему надо долго подбираться через интроспекцию, а в некоторых еще чего-нибудь. Вот. В питоне же, в общем, не сразу осознаешь, что в этом есть какая-то проблема. Вот. Ну, написали, оно работает. Как она работает, вопрос интересный. Можно, кстати, сказать, раз мы вспомнили про, раз мы вспомнили про Python Tutor, давайте посмотрим, как это выглядит на Python Tutor. Вот. Там это выглядит достаточно запутанно. Дорогой Python Tutor, включайся. Спасибо, дорогой. Вот. Там это выглядит достаточно запутанно, но понять все-таки можно. Вот смотрите. Мы проскочили определение функции. Это просто функция. Ничего волшебного в этой функции не произошло. Дальше. Мы ее вызвали. Пока мы ее вызвали, все хорошо. У нас есть локальное имя x, которое ссылается на 100-500. Ну и, собственно, все. Мы проскочили определение функции. И опять-таки, ничего военного пока что не произошло, за исключением того, что функция f2 помечена, что она создана внутри функции f1. Мы подготовили возвращаемые значения и вылезли. И вот в тот момент, когда мы вылезли, вернулись из функции f1, возвращая функцию f2, которая была создана внутри, будучи вложенной в пространство, в скоп, в контекст функции f1, в этот момент Python говорит, так, ребята, а у вас в функции была некоторая переменная x из нелокального пространства имен. Ее надо замкнуть. Вот она. Такого мы раньше не видели. Это и есть клоу-жим. То есть, как только мы понимаем, что нужно возвратить именно функцию, которая внутри себя обращалась к нелокальному имени, мы создаем пресловутое замыкание, помещаем туда это значение по этому нелокальному имени, и это имя, видите, залипает в пространство имен, хотя, в общем, при определении этой функции в ее локальном пространстве имен имени x не было, потому что оно залипло в замыкание. Ну, а дальше все понятно. Дальше мы вызвали функцию f2. Вот она. Она сейчас сходит к этому x. Сходила. Потому что она лежит в клоу-жер от функции f1. Ну и, собственно, все. Такие вот дела. В действительности, как мы с вами видели, это реализовано слегка по-другому, в том смысле, что... Где она? В том смысле, что клоу-жер это... Клоу-жер, ну, как бы, понятно, он едет с каждой функции. Да? Мы сгенерировали одну функцию f, сколько-то там, или нет? Здесь все правильно было написано, я вас обманываю. Да, здесь было написано f2, я соврал. Конечно. То есть все нормально. Это же функция f2. А, нет. Да. Ну, короче, в действительности это реализовано, как заполнение пространства имен именно сгенерированной функцией. Вот. Тут это хорошо видно. Но идея понятна. Идея замыкания, надеюсь, понятна. Можно, кстати, посмотреть более сложный пример. Вот. Значит, этот пример более сложный. Вот по какой причине. Обратите внимание, что у промежуточной функции f2, которая тут имеется, нету необходимости делать замыкание. В ней нету связанных переменных. Вот. А вот у f3, которая вызывается из f2, есть нелокальная переменная x, которая сначала ищется в f2, не находится, а потом ищется в f1, находится, и оттуда она залипает в пространство имен f3. Сейчас мы это увидим. Слышен тяжелый вздох. Я обещал, что это будет непросто. Что это? А, это к концу. Давайте смотреть. Фигак определили функцию f1, ничего не происходит. Вызвали функцию f1. Внутри функции f1 определилась функция f2. Поскольку там определилась функция f2, мы обнаружили, что f1 залипла в некотором замыкании. Сейчас мы будем к нему ходить. Вызвали функцию f2. Там определилась функция f3. Мы вышли из функции f3 и внезапно заметили, что у функции f3, что там? Нет. Она осталась здесь. Ну, хорошо. Ну, собственно, теперь мы вызываем эту функцию f3, которая ff у нас называется, да? Вот мы в нее зашли. Вот мы из ее замыкания взяли объект x, который у нас вот здесь вот приехал. Вот он. И вернули. Обращаю ваше внимание на то, что объект это один, поскольку мы сгенерировали его один раз. Если бы мы сгенерировали два раза, было бы два разных объекта. Вот как в предыдущем примере, где мы 100, 500 и 42 отдельно держали. Опять же, поверхность читателя этого кода подвоха не заметит, хотя он есть. Для того, чтобы... Сейчас не буду приводить пример, чтобы не рассеивать внимание, но для того, чтобы изнутри такой функции внезапно получить доступ к нелокальному значению x при наличии, например, глобального значения. Можно также, как у нас есть модификаторы local и global, использовать модификатор non-local. Модификатор non-local будет означать, что соответствующее имя мы ищем в namespace более высокого уровня всех, кроме, собственно, глобального. То есть в тех namespace, из которых, собственно, потом может произойти замыкание. Вот. Значит, есть два сайтика с примерами. Вот они. Всем, кто сейчас сидит и, как бы это сказать, гудит мозгом, советую их почитать. Там все очень просто. Вот. Один и другой, особенно вот этот. Вот этот Дмитрий Сошников, у него прям куча примеров всяких интересных. Из всех этих примеров нас интересует один, который описывает явление, именуемое как позднее связывание. Вот тут надо немножко еще прибавить громкости к гудению мозгов. Значит, смотрите, что делается. У нас есть функция, которая называется создать аддеры. Эта функция создать аддеры берет список, и в этот список добавляет 10 функций аддеров. Эти 10 функций аддеров будут возвращать по идее автора этого кода и плюс параметр функции аддер. То есть мы берем аддер от чего-то и возвращаем его. А дальше печатаем. Давайте внимательно поглядим на этот код. Можно его даже скопипастить в какой-нибудь редактор. Можно, конечно, и сюда, но интереснее в редактор. Давайте ради этого самого... Давно мы не пользовались айдлом. Вот. Ой. Во. Видно или погромче сделать? Шрифт нормальный? Нормальный. Ну, мне кажется, что просто мелковат. Значит, смотрите. Давайте еще раз посмотрим, как это работает. Итак, мы вызвали createAdders. Этот createAdders возвратил список, который он тут набил с 10 свежесозданными функциями. И мы все эти функции по очереди вызываем с параметром 1. 1. Каждый из них. Как вы думаете, каков будет вывод? Да. Значит, предполагается, что будет 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, 10. Вот. Я подозреваю, что нет, потому что я читал этот материал. И я могу объяснить, почему. Потому что на момент создания функции adder очередной, мы вот в это место не подставляем никакого значения i. Сюда залипает только тот объект, с которым мы работаем. А он один. Соответственно, когда мы, собственно, это все вызываем, он уже район 10. Всегда. Можно посмотреть это в Python Tutor. Просто я боюсь, что сейчас будет много-много стрелочек, и мы немножко запутаемся. Это надо аккуратно дома над этим немножко помедитировать. Связывание произошло в последний момент. Оно не происходит в тот момент, когда мы объявляем функцию. Она происходит в тот момент, когда мы внезапно выясняем, что этот объект понадобился для работы. Как эту ситуацию исправить, чтобы получилось сразу 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Нужно сделать так, чтобы связывание произошло в тот момент, когда функция объявляется. Сделать это достаточно просто. Надо написать вот так. Что-то при этом произойдет. Значит, смотрите, у нас создастся действительно локальный параметр i, который будет локальный для каждого аддера нашего заданного. Его нужно будет пронициализировать в момент определения функции. А в момент определения функции i будет равно, i, который non-local, который вот это, будет равно, ну, чему-то там. То есть теперь к каждому аддеру приедет и уже в этот момент равное 0, 1, 2, 3, 4 и так дальше. Так что если мы сделаем вот так, то мы получим правильное решение. разница, напоминаю, состоит в том, что в этом случае у нас связывание с i произойдет в самый последний момент, когда мы выясним, что эти все функции обращались к i, и оно должно там залипнуть, и это i в этот момент равно уже девяти, не десяти, я соврал, девяти оно равно. А вот здесь вот связывание произойдет в тот момент, когда мы говорим, ребята, мы создаем очередную функцию, у нее есть локальные параметры i, и он равен тому i, который мы в данный момент достигли. Мы же здесь могли написать, чтобы вас распутать слегка, мы же здесь могли написать так. только это буква c, а здесь одна буква i. Вот. И тогда все станет более-менее понятно. Потому что тогда будет понятно, что внутри на имп-спейс вот этого аддера залипает ничего. Такие дела. Значит, в этом смысле замыкание интересная штука, но вы всегда должны себе представлять, в какой момент оно происходит, да, как устроено позднее связывание, почему вот в этом первом примере у нас i всегда равно девяти, когда мы конструируем имп-спейс, когда мы конструируем замыкание для наших аддеров. Вот. Чтобы не попасться на эту удочку. Потому что, в отличие, скажем, от списка, i-то у нас целочисленное, и мы считаем, что это, ну, да. Это то, что все равно замыкание называется, вот только как сейчас. Вот здесь вот? Да, потому что у нас замыкание как происходит. Будем у наших душа, получается, при объявлении, да, происходит. Ну вот это обращение... Ой, я не знаю, мне кажется, что нет. Смотрите, я думаю, что нет. Смотрите, нет необходимости, у меня есть такое подозрение, что нет необходимости в этом namespace что-то замыкать. Давайте посмотрим. Это будет, конечно, немножко жестоко, вот, но вдруг, но вдруг у нас получится. Да это неважно сколько. А, в смысле не 10, а 3? Да, я понял. Давайте поставим не 10, а 3. Хорошая идея. Вот. И там еще вызвать надо будет. А, не, не отсюда надо было копировать, не отсюда, а вот отсюда, да? Вот отсюда надо было копировать. Мне кажется, что мы просто его избежали в данный момент, но я могу ошибаться. Давайте посмотрим. Так, мы хотели поставить 3. А, я вызвать написал. Я же скопировал из кода такого. Ну, всего 31 шаг. Я думаю, что мы... Что происходит? А, ну да, там нет, у нее пока нет namespace. Создали mt-list. Шмяк, создали функцию. Шмяк, создали еще одну. Или нет? Все, все, не влезает, не влезает. Так. А, я назад жму, черт. Так, шмяк, создали функцию. Шмяк, создали еще одну. Шмяк, создали третью. Вон они. Сейчас будет третья. Вот они. В этот момент он должен принять решение о том, что... Вот она. О том, что у нас... Кто у нас залипт в результате? И у нас залипло, да? Вы были правы. У нас и осталось в этом самом, в неймспейсе. Вааа. Ну и, собственно, дальше понятно, что происходит. Дальше мы к ним ходим. Все. Что-то там происходит какая-то живность, ну да бог с ним. Ну вот я наблюдаю в Python Tutor действительно залившее i. Что-то мне это вызывает сомнение, но, может быть, вы и правы. Давайте мы над этим еще подумаем. Я в следующий раз обещаю, если не забуду, обещаю рассказать, что здесь произошло. Вот. Но в любом случае идея понятная, что поскольку связывание локальной переменной со значением i происходит при задании этой функции здесь, и при возврате всего массива здесь, здесь у нас будет значение последнее, а здесь у нас будет значение текущее. Вот. В любом случае это довольно непростая ситуация. В принципе, использование замыканий хорошо только тогда, когда вы знаете, что вы делаете. Вот. Потому что много всяких подводных камней. Но в любом случае в Python простые случаи вроде такого и такого выглядят не страшно. Довольно частый случай, когда функция возвращает функцию, это ситуация, когда мы хотим взять некоторую имеющуюся уже функцию, возможно, не нашу, и обмазать вокруг нее какую-нибудь отладочную информацию, какой-нибудь преобразователь, короче, воспользоваться чужим кодом для того, чтобы вызвать функцию. Вот у нас есть функция fun, которая возвращает наше любимое a умножить на 2 плюс b. Давайте мы это все скопируем, или даже давайте мы даже не скопируем, а напишем пальцами. Вот. Значит, вот у нас есть функция от a, b, которая возвращает a умножить на 2 плюс b, да? Вот. И мы говорим print fun 1, 2. Так. Вот так. Все хорошо. Значит, теперь предположим, нам пришло в голову эту функцию обмазать каким-то отладочной информацией, ну, что-нибудь такое написать. Дев fun d от a, b, а здесь написать что-нибудь типа такое. Print a, b, что-то я тут пропустил вот это. Точно хорошо видно? Не слышу протестующих голосов. Ну, отлично. Потому что мне видно плохо. Ну, правда, у меня монитор погадный. Значит, дальше c равняется fun от, ну, хорошо, от a плюс b, а от a, b, print c, return c. Вот. И везде, где мы использовали fun, будем теперь использовать fun d. Вот. Да? О, там я забыл отладочную декорацию сделать, но это не важно, да? Вот здесь что надо было. Вот так. Значит, ну, собственно, вот. Мы обмазывали вызов функции fun сообщением с всеми параметрами этой функции и сообщением с возвращаемым значением. Теперь, пока мы будем вызывать эту функцию fun d, она будет работать так же, как fun, только все время выводить всякую ерунду. Вот. Разумеется, такой способ, я бы сказал, временного или постоянного редизайна, ребрендинга, забыл, как это называется, рефакторинга вспомнил. Он довольно плохой. Это нам что, придется каждый раз по коду везде fun на fun d заменять. Не очень хорошая идея. Вторая не очень хорошая идея состоит в том, что мне, наверное, хотелось бы написать не так, а написать что-нибудь типа такого, да? Чтобы я мог все функции таким образом оборачиваться. Ну да ладно. Оставим так. Вот. Значит, главный недостаток, на мой взгляд, состоит в том, что нам, на самом деле, придется по этому коду все время проходить. И хуже того, если мы захотим обмазать таким же отладочным сообщением какую-нибудь другую функцию, нам придется еще одну функцию писать. В общем, неудобно. На самом деле, не только для отладки, а также для изменения, собственно, для изменения поведения. Но мы можем сделать чуть более хитро. Мы можем написать вот так. Вот здесь вот написать fun равняется fun d. Это был минус. Ой, нет, хорошо не получится. Понятно почему. Потому что к этому моменту у нас fun просто исчезнет. И он станет равен fun d. И эта штука просто зациклится, потому что fun – это fun d. Не можем мы так написать. Надо как-то более разумно это сделать. А, давайте напишем конструктор. Да? Значит, собственно, мы же что говорили? Мы сейчас будем писать конструктор. Давайте здесь напишем, типа, debug dbg. Нет, это vip. dbg. Здесь напишем функцию f. dbg. Здесь напишем return. dbg. dbg. gtg. dbg. 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 heINEG. c ввыдпе bênin. dbg. 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 Звездочка args, print c, нет, return c, вот, а здесь return, соответственно, нашего newf. Что теперь мы делаем? Мы говорим так, ну вот давайте сначала, итак, мы хотим вот эту функцию обмазать какими-то, вот, обмазать какими-то отладочными сообщениями. Мы говорим буквально следующее, ну окей, напишем, собственно, функция dbg, это такой обмазыватель универсальный, который что делает? Он возвращает нам новую функцию, и эта новая функция будет выполнять все то же, что делала старая функция, кстати, вот оно, замыкание, в чистом виде. Эта новая функция будет делать все то, что делала старая функция, но сначала выводить эти самые операнты этой функции, а потом выводить возвращаемые значения. То есть фактически можем написать что-нибудь в таком духе, фун d равняется dbg от фун, обмазали, ну и принт, нет, не принт, а что-нибудь типа a равняется фун d от, вот так. Обратите внимание, принт теперь даже не нужен, потому что она сама за нас напечатает все, что надо. Вот. Но осталось сделать один очевидный совершенный шаг, а именно написать вот так. Это будет уже работать по понятным причинам, потому что к этому моменту у нас функция фун передана в dbg, и там залипает в этом самом, в замыкании. И она всегда будет жива. И все хорошо работает. Что-то тут лишнее. Вот это лишнее. Это было слово print. Как пять ошибок в слове, четыре ошибки в слове хлеб, честное слово. О, очень хорошо. Смотрите, что мы добились. Мы добились такой ситуации, что если мы вот эту вот штуку убираем, значит, вот это мы все убираем. Вот. Если этому штуку убираем, у нас отладочная информация не выводится. Если этому штуку возвращаем, у нас отладочная информация выводится. Без модификации кода. Весь код, который там дальше идет, он весь остался как был. То есть функцию фун я могу использовать совершенно невозбранно, как включая ее, вот эту декорацию, так и не включая. Ну, смотрите, да, я могу еще там b равняется, фун, вот. Что, там минус равно. Ну, так бывает в этой жизни. Мне кажется, так будет работать. И правда, работает. Да? Вот это обмазанная функция фун. А это внезапно не обмазанная. Вот. Но это еще не есть декоратор. Это есть его дешевая пластиковая имитация. Какой, на мой вкус, единственный недостаток, который здесь имеется? Здесь имеется. Мы вынуждены делать вот такой странный трюк с подмедой идентификатора на него же, да? Поле того, мы это должны делать где-то внутри кода. Или где-то, наоборот, там, в самом верху. Вот. Но в любом случае это воспринимается как какой-то кусочек программы. Нашей. А между тем мы всего лишь хотели включить отладку. В случае отладки еще понятно, да? Значит, это, ну, такое отладочное сообщение. Но, например, может быть так. Вот. Это очень часто используется во всяких веб-движках. К нам приезжает объект, ну, класс, экземпляр класса. И мы хотим, нет, класс. И мы хотим обмазать некоторые методы этого класса вот таким врапером, в котором, ну, например, ну, не знаю, если это веб-движок, например, разрешать некоторую транзакцию, некоторую передачу данных между клиентом и сервером только после аутентификации. Вот мы написали просто движок, и там можно без аутентификации это делать. А потом мы говорим, а теперь взять и обмазывать это все аутентификацией. Вот та же самая функция делает то же самое, но предварительно либо вызывает операцию аутентификации. Если она прошла успешно, то она работает точно так же, как декорируемая функция, декорированный метод. А если аутентификация не прошла, то она просто вываливается там, выбрасывает эксепшн. И тут начинается проблема. Где вот эти, собственно, переприсваивания ставить? В каком месте? Кто их вообще делает? Люди спорили, спорили, и в конце концов приняли такой пев в питоне, номер не помню, который вместо вот такого трюка позволяет делать вот такой трюк. Не такой, а вот такой. Если мне не изменяет память. Давайте проверим. Да. Значит, повторяю, что то, что было до того, то есть вот эта строчка, фактически аналогично вот этой строчке, кроме того, что в принципе существование функции фан, не декорированной, очень эфемерное. Она определяется и тут же переопределяется. В действительности вот такая вот конструкция означает вызов функции ДБГ с параметром фун. То есть то, что написано здесь, более или менее логически эквивалентно тому, что написано сейчас. Что-то повисло тяжелое молчание. Вопросы. Это спасибо да или спасибо нет? Ну, короче, мне кажется, что я, что, 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 как бы довольно очевидно, не очень очевидно, зачем это надо. Но мы с вами увидим, зачем это надо, буквально на следующей лекции или через одну, когда будем разговаривать про объектную модель питоновскую. Вот. В данном случае это надо для того, чтобы у вас вообще в программе существовало всегда, за исключением вот той секунды, когда происходит вот это определение, одна функция фун. Просто декорирована или не декорирована. Вот. Убираем вот этот декоратор, просто комментируем его. И получаем поведение, которое было раньше. Такие дела. Бонус декоратора состоит в том, что его можно теперь, с помощью него можно обрабатывать много разных функций, если он понимает, что там внутри этой функции творится. Ну, в данном случае, как видите, мы решили, что это функция, имеющая только позиционные параметры, зато любое их число. Вот. И сразу становится все хорошо. Такие дела. Поскольку вопросов не последовало, наверное, вам было более-менее понятно, что тут написано. Если вам понятно, что тут написано, тогда как бы прибавим немножко жесть. А именно, декораторы сами могут быть параметрические. Давайте попробуем. Значит, вот это будет обычный декоратор. Он вот так работает. А давайте параметрический декоратор. Давайте мы этот параметрический декоратор сначала напишем, как он выглядит. Потом попытаемся догадаться, что с точки зрения синтаксиса питона из этого следует. А потом попытаемся его, собственно, воспроизвести. Ну, допустим, у нас есть параметрический декоратор dbgn, n большое, у которого есть параметр. Ну, допустим, ну, не знаю, там, 5. И этот параметр означает, сколько вот таких решеточек и сколько вот таких звездочек выводить в декорации. Ну, и, да, нам, def.fun от a, b, c, return a плюс b плюс c. Неважно. Внимание, вопрос. Какого типа вот этот объект, который dbgn, типа? Ну, это простой вопрос. Функция, правильно, это просто функция. Декораторы, сколько бы они ни были странные и хитрые внутри себя, это обычные функции, которые просто обычно возвращают объект. Какой объект возвращает функцию dbgn? Функцию. Что делает функция, которая возвращает функцию dbgn? Вот та, которую она вернула. Ну, что-то такое делает, да, именно. Она делает то, что делает декорируемая функция. То есть, вот строчка dbgn, собачка dbgn дальше, def.fun аналогична строчке вот такой. Фун равняется dbgn от fun. Как вы думаете, вот я тут напишу комментарий, да? Только тут не fun, а fun2 какой-нибудь, fun2, ну, 3, потому что там 3 параметра. Как вы думаете, чему соответствует вот здесь, только fun3? Что здесь писать? dbgn от fun, запятая... Все на самом деле проще, но сложнее. Ой, не так. Ну, есть некоторая разница. Понимаете, да, что произошло? Значит, с одной стороны проще, потому что я ничего как бы не подменил. Здесь был вызов функции dbgn с параметром fun. А здесь мы сначала вызвали нечто dbgn с параметром 5. Получили какую-то функцию. И эту функцию применили к объекту fun. То есть, параметрический декоратор – это конструктор декораторов. Три. Спасибо. Приятно, что кто-то следит за логикой происходящего. Хотя бы один кто-то. Вот. Ну, в том смысле, что я, например, не очень ужасно. Правильно. То есть, смотрите, что происходит. Если обычный декоратор – это конструктор функций, то параметрический декоратор – конструктор декораторов. Что при этом должно происходить? Давайте его запрограммируем. dbgn от... Чего? От количества этих самых. От н. дев. Дбг. Дбг. Чего? Фикс. От фы. Дев. Нюфы. От зверночка аркс. Дальше давайте все скопируем отсюда Нет, не все, нам как раз здесь надо поменять Print звездочка умножить на n Звездочка args Дальше c равняется f от звездочка args Дальше решетчика умножить на n от c Return c Return new f Return dbg fix Кажется так Ну давайте посмотрим Для начала посмотрим, что это вообще компилируется Это компилируется? Тогда давайте посмотрим, как это работает Что мы хотели? Мы хотели вызвать фунт 3 Давайте вызовем c равняется фунт 3 от 3,4,5 Ну и здесь abc По моей мысли Функция фунт 3 Будет задекорирована декоратором dbg n С параметром 5 То есть должно вывести 5 звездочек и 5 решеточек Победа Да, совершенно справедливо Не совсем Декоратором является только вот это А, ну в каком смысле да Ну короче Мне сильно кажется, что это то, что называется Accidential feature В том смысле, что Смотрите, вот этот объект Мы применяем к функции f И получаем задекорированную функцию f Ну собственно и вот этот объект Мы применяем к функции f Получаем задекорированную функцию f Какая разница? Другое дело, что сам вот этот объект Является продуктом вызова функции dbg n С параметром 5 Такое вот волшебство Еще один уровень влажности можно? Вот так? Кто мешает? Вы просто должны обеспечить Чтобы функция dbg n Возвращала функцию Которая конструирует функцию Которая возвращает функцию Которая конструирует функцию Ну вы меня поняли Он разумеется декоратор Смотрите Он что делает? Это именно он Оборачивает вокруг функции f Вот эту выдачу Смысл того, чтобы мы его засунули в dbg n Состоит ровно вот здесь вот Чтобы этот декоратор отныне и вовеки Обмазывал пятью звездочками наши параметры Потому что вот это n залипнет у нас Вот из этого name space Опять-таки, мне кажется, что читать это гораздо проще Чем объяснять, как это реализовано Понимаете? Хотя, конечно, да Ну вот, собственно, пример С которым можно немножко побаловаться Вот он мне даже нравится Его даже нету в планах лекций Так что я думаю его записать Ну вот, да Который там час? У нас что-то есть почти полчаса Надо еще жести навести Ну хорошо Мы с вами, значит, поговорили про параметрические декораторы Давайте еще про что-нибудь параметрическое поговорим Например, про параметрические итераторы Давайте сначала вспомнить, что такое итератор Потому что все уже, небось, забыли Или, по крайней мере Значит, точнее не итераторы, а генераторы Там неправильное слово написано Так Питончик Мы помним, что Мы довольно часто используем генераторы В качестве этой самой циклической сборки С круглыми скобочками Потому что это удобно Потому что это гарантирует нам Что все эти объекты будут вычисляться в онлайн И они хромятся в памяти Но мы уже позабыли Ну, некоторые из нас Со времени Когда мы изучали непосредственно генератор-обжект общего вида Который с yield'ами Мы уже позабыли, что они такие существуют Потому что это Опять-таки в реальной жизни Очень частая необходимость А решение наших коротких задач Не очень Вот Напоминаю, как это выглядит Выглядит примерно так Вот мы, значит, тут пишем что-то типа Принт ку-ку Дальше For in range от n Yield И умножить на 2 плюс 1 Да, еще print напишем Print Next И Да? Ну и здесь вот Вот как-то так Вот Напоминаю, что Как только питон видит слово yield В определении функции Он сразу понимает Что это не просто функция А функция, которая конструирует генератор Да? Сама по себе функция ген Это просто функция Но Если мы скажем F равня Ну там И большой равняется ген От Скажем От 5 То И у нас Приедет Специальный объект Который имеет тип генератор-обжект И у этого объекта Специальный протокол Общения с ним Мы можем сказать Next Вот этот вот самый И он к нам вернет очередное число Обратите внимание, что произошло Мы сначала выполнили вот это Ку-ку Зашли в этот цикл Зашли в этот yield Этот yield вернул нам Вернул нам 1 И мы на него смотрим Говорим Дай следующий объект Выполнили вот этот оператор Напечатали 0 Перешли обратно на цикл Зашли в yield Выполнил этот yield Этот yield сгенерил нам 3 Мы на него сейчас смотрим Когда мы дошли до конца этого цикла И выполнили оператор exit Нет, чай несу Выполнили вот этот print Вот он У нас произошел return из этой функции Напоминаю, что return в генератор-обжекте Можно делать Но return автоматически означает Что у нас возникает исключение Stop iteration, которое надо как-то обрабатывать Или никак не обрабатывать В данном случае никак Цикл for его обрабатывает Если бы мы запустили for по этой фигне Вот То он бы отлично Отлично бы сработал Весь тот же протокол Со всеми диагностикой Просто в одном цикле Вот Весь смысл генераторов Собственно в этом Чтобы по ним Может был циклом проходить Весь да не весь С довольно давних пор Не помню уже в каком питании Кажется даже во втором Появилась возможность Передавать Внутрь Нашего Генератора-обжекта Дополнительные параметры Выглядит это примерно так Тут по-моему у меня есть пример Вот Да Да Сейчас Не помню кто помнит Как вайдле удалить колоночку Никто не помнит Хотя бы выделить ее Наверное никак А жалко Нет никак Ну ладно Может быть и можно Но я не помню как Как в виме я конечно помню Значит смотрите какая штука Чем этот код отличается от того Что мы привыкли с вами видеть Что здесь не так как везде Да Там yield возвращает какое-то значение Вот Какое значение А такое значение Которое мы впихнем туда В этот yield С помощью специального метода Который называется send Давайте мы ее чуть-чуть модифицируем Здесь напишем что-нибудь типа Оу как красиво Ну в принципе можно было и фу оставить конечно Сейчас я попробую его как-нибудь применить Этот бейс дуранский Ну хорошо Напишем вот так вот Только не бейс Ну некоторый код Значит Мы должны иметь механизм Как засовывать внутрь Этого самого Нашего итератора Новое значение Next этого не умеет Вот Тут возникает некоторая Странность Которую я бы хотел с вами обсудить Потому что она странная Извините за тавтологию Странная странность Да И странность этой странности Состоит вот в чем Сейчас я покажу Два окошка рядом Вот Значит Мне кажется Что так будет нормально Нет Говорит инвалид синтекс Чего тебе не нравится Да вроде все норм Там нельзя было Там скобочка надо было брать Ну ладно Пускай будет так Вот Значит Вот мы сейчас окошко это поменьше сделаем И я ее ту сторону с вами обсужу Вот перед вами код Очевидно что Мы можем сделать Вот этот Бесит Ну скажем От 5 И это будет обычный Генератор object Мы знаем что С помощью Ну давайте так сделаем Да Next Вот B А дальше Send что ли Есть такая штука D Set Нет Давайте посмотрим Как это делается на самом деле А B.send Нет как такового метода send Потому что мы же должны указать кому B.send Вот 100 Ну 1000 давайте Что при этом произошло Вот сюда Нам Заедлся Заедлся Наш Enid 5 Вот он Мы туда пропихнули 1000 Оно приехало Слово вот сюда Вот Enid наш стал равен 1000 умножить на 2 плюс 1 И плюс Что там было Плюс 5 Сейчас произошел yield Вот он Сейчас мы туда запихнем еще одно значение Например 1 Что при этом произошло 1 этот вернулся вот сюда Посмотрели сюда Посмотрели сюда Вычислили Enid Он уже стал 2009 Потому что Плюс 3 Да 1 умножить на 2 плюс 1 Загилдили это значение Вот оно И ждем Что нам Спихнуть следующего Что Да естественно Оно пройдет вон туда Вот смотрите Собственно я хотел вам показать Сент 0 The dish Stop iteration А потому что Это Другая командная строка Это же этот самый Айдл Он любое исключение Раскрашивает красненьким Все хорошо Что при этом Произошло Давайте посмотрим Сюда приехал 0 Мы зашли на этот вайл Убедились что это 0 Перешли на конец функции А там у нас написано Return known Ну вы помните да Что если функции нету Return То это return known Вот А return в генераторе Означает stop iteration Вот этот stop iteration Вот это я хотел бы с вами обсудить Мне уже не первый раз В голову не приходит Зачем это может быть нужно Вот На самом деле Наибольшее Как это Странное подозрение Вызывает вот этот первый next Мы не можем здесь вызвать send Потому что нам некуда Его передавать Мы должны сначала сделать yield Хоть один Вот В принципе Это намекает нам на то Как можно использовать Подобного рода штуки Потому что Вот этот next Это как бы Инициализация Того что происходит В нашем итераторе Мы говорим Так вот он итератор Начни работать А теперь мы говорим Ну все Обрабатывай Обрабатывай вот это значение Обрабатывай вот это значение Ну и так дальше Вот Такая вот картинка Она на мой вкус Выглядит немножко Несимметричной Вот из-за этого Так что если кто-то из вас Обнаружит хорошее применение Этой волшебной штуки В реальной жизни А я уверен что оно есть Ну Самая главная мысль Которая тут проводится Что Теперь наш генератор Это уже Полноценная Как это называется Сопрограмма Не хватает ей Только этого самого Как его Асинхронности Которая в питании тоже есть Но я пока не готов Про нее рассказывать Хотя это очень большой Пласт Интересный Вот В том числе и синтаксис Возможно я Себя пересилю И построю Какой-то рассказ Про синхронность Ну разумный Потому что сейчас Пока это выглядит Как такая глыба Вот Значит Это Очередной шаг К точному понятию Сопрограммы Потому что в данном случае Мы этой программе Которая имеет Свой собственный Свой собственный Неймспейс Свой собственный контекст Свои собственные Локальные какие-то значения Типа вот этого Нита Да Мы теперь Этой сопрограмме Этому итератору Можем скармливать Еще какие-то параметры Дополнительные То есть Не просто Генератор Какой-то последовательности А именно Что При каждом вызове Мы пользуемся Содержимым Неймспейса Вот этого Нигде его не светим Он локален Для Самого этого генератора Но зато При каждом новом вызове Мы передаем Новый параметр И получаем новое значение Мне кажется Это довольно Интересный способ Потому что Иначе нам бы пришлось Ну где эти переменные Хранить Нам бы пришлось Сохранять Весь все это состояние В каком-то глобальном Объекте Что в общем плохо Вот Можно Next это просто SendNome Вот сейчас Можно попробовать Смотрите Если мы сейчас Скажем второй Next Он нам выругается Но выругается Он в этом месте Смотрите Ой нет Он мне сказал Stop iteration Нам приехал Known Вот сюда Давайте здесь Напишем Не здесь Вот здесь Напишем Print Next Значит что сейчас Произошло Мы сказали Next Этот yield Вот сюда Принес Known While Known Сказал Все Stop iteration Мы закончили Вот Сейчас мы Сделаем еще разок Это Но теперь Сначала Сделаем Send А вот Теперь Сделаем Next Вот сейчас Должна произойти Синтаксическая Ошибка При попытке Не синтаксическая А ошибка Метода При попытке Прибавить Known К чему-то А нет Все хорошо Опять А почему Здесь Print BIOS Не сработал Ну Он должен Но Он был Вывести Ну давайте Вот так Сделаем Что-то Я Запутался Немножко Сейчас Посмотрим Ой Уйди Противный Нет Вот это Точно Не хотел Ми-ми-ми Так Ну давайте Еще разок Значит Вот мы Его создали Вот мы Его Инициализировали Вот мы Ему Переслали Тысячу Я кажется Не нажал F5 Вы знаете Что Да нет Нажал А я Здесь Не нажал F5 Все Вот Я вот Тут Не нажал F5 Там Старый Код Был Хорошо Вот мы Его Поинициализировали Вот мы Переслали Тысячу Вот мы Ему Переслали Еще Одну Тысячу Вот Она Он Начал Печатать После Второго Йилда И вот Мы Ему Прислали Known Вот Он Этот Known Вот Эта Проверка Что это Known И вот Это Stop Iteration Все Короче говоря Send Это Просто Более Хитрый Next Потому что Next Это Такой Send Known Да Я тоже Не знаю Зачем Это Может быть Нужно Выглядит Круто Но Очень Понятно Как это Применять Короче Если Кто-то Найдет Был бы Очень Здорово Если Кому-то Прямо Сейчас В голову Приходит Идея Я бы рад Услышать Какой-то вообще Диалог Да То есть У нас Есть Некий Алгоритм Запрограммированный Обрабатывать Некий Диалог Ты ему Одно А он Другое Причем Их Может быть Много Мы Можем Создавать Таких Итераторов И к каждому Обращаться В нужный Момент А посчитай Мне вон Тон Раз Посчитал С учетом Того Что у Есть Какое-то Внутреннее Состояние Чем Отличается Компьютерный Игрок От обычной Функции У компьютера Игрока Есть Понятие Non-stateful У него Есть Понятие Состояние Есть Какие-то Собственные Соображения Собственные Калькуляции Ну Наверное Как-то Так В общем Все это Очень сильно Попахивает Какой-то Асинхронностью Каким-то Параллелизмом Вот До параллелизма Мы точно Не дойдем А до Асинхронности Посмотрим Я Не обещаю Вот Окей Мне кажется Что я Все Вот Давайте Мы На все Это Посмотрим Еще раз И попытаемся Понять Что нам Непонятно Может быть Какие-то Вопросы Позадавать Про замыкание Про декораторы Про параметрические Декораторы Вот И про параметрические Итераторы Потому что Ну Я обещал Как бы Жесть Вот она Да Ну Кстати Да Кстати Да Непонятно Только Ну да То есть Мы говорим Так А вот Этот Но Приезжает Никуда Извините Потому что Его негде Принимать И дальше Как бы Да Вы правы Можно Не писать Next Можно писать Send Но Тогда Будет Не настолько Страшно Я вот сейчас Думаю Это же можно В цикле Прямо Обрабатывать Какую-нибудь Последовательность Можно Раз 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 А он Что-то С ней Делается Ну Окей Ну Чего Все сварились Ну С чем Вас Поздравляю Хорошо Значит Как обычно Домашнее Задание Не готово Вот Я еще Посмотрю Где Почитать Про Соответствующие Итераторы Декораторы И прочую Вот эту ерунду Помимо примеров Тут есть примеры Хабр Хабр Еще какие-то Примеры Короче Примеров Много Вот В прошлых Годах Были Задания На декораторы И даже На параметрические Декораторы Дрожите Вот Насчет Параметрических Итераторов Не знаю Значит И похоже У нас В следующий раз Классы Классовая модель Такие дела Если вопросов нет То Всем спасибо Аплодисменты Спасибо за субтитры DimaTorzok